Шри Шримад Бхактиведан Тавана Гасами Махарадж, 27 февраля 2022 года, Шри Бхагават Саптаха, день 3. 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 В то же время я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны. Шри Бхагават Саптаха, день 3. 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 Мы пытаемся обсудить Шримад Бхагаваттам Катхамритам. Сегодня Шримад Бхагаваттам Катхамритам проходит третий день. В третий день мы проявляем Катху о Вамане и Бали Махараджи. О Господе Ваманады и Бали Махараджи. Я надеюсь, что они поставят прекрасный спектакль о Бали Махараджи и Господе Ваманадеве. Одити Нондона, Кашьяпа Одити. То есть сын Кашьяпы и Одити. Ваманадев Бхагаван. Но мы также обсудили о том, как Бхагаваттедеви проявилось, а как сделать так, чтобы Бхагаваттедеви проявилось в наших сердцах. И вчера мы обсуждали, что если мы будем слушать Шримад Бхагаватт Катхамритам, тогда Бхагаваттедеви само собой проявится в нашем сердце. Однажды Нарадариши путешествовал по различным планетам и прибыл в материальный мир. И он прибыл во Вриндаван. Когда Нарадариши оказался во Вриндаване, он увидел Одна молодая женщина плакала. И у нее было два сына. Затем Нарадариши был удивлен, ведь во Вриндаване ведь все счастливы. Вриндаван полон блаженства. Вриндавана Дхама полна Ананды. Все дома во Вриндаване построены из Чинтамани, камня исполнения желаний. Деревья Вриндавана тоже деревья, исполняющие желания. Коровы. Там зовутся Камадхену. Они тоже исполняют все желания. И Лакшмидеви каждый день приходит во Вриндаван и подметает его метлой. Но одна женщина все же плакала. И у нее было два сына. Нарадариши очень удивился и спросил, кто ты такая, почему ты плачешь на берегу реки Ямуна? Она сказала, «О, Нарадариши, меня зовут Бхакти Деви. Я родилась в Тамиле Дабиркхас на юге Индии. Я родилась в Тамиле Дабиркхас на юге Индии, в Тамиле». Она сказала, «Я родилась на юге Индии, в Тамиле. Затем у меня появилось два сына. После этого я пришла в Карнатаку. И потом в Майсур. Все очень уважали меня. Но когда я пришла в Гуджарат, я стала старой. А мои два сына были молоды и красивы. Но когда я пришла во Вриндаван, я стала молодой, а мои сыновья постарели. И сейчас мои сыновья вот-вот умрут. Они еле дышат. Обычно в этом материальном мире сын моложе матери. сын молод, а мать в преклонных годах. Но Бхакти Дэви сказала, «Я молода, а мои сыновья очень старые». Все наоборот. Так что же делать? Тогда Нарадариши сказал, «О, Бхакти Дэви, не переживай». Нарадариши пришел в Бадрик Ашрам. И встретил там четырех кумаров. Они сказали ему, «Если ты будешь прославлять Кришна Катху, Бхагавата Катхамрита, тогда, если эта женщина будет это делать, тогда она будет счастлива, и все ее проблемы уйдут. Потому что, если вы будете слушать Шримад Бхагават Катхамрита, тогда все ваши волнения, тревоги, проблемы уйдут. И если вы будете слушать Шримад Бхагават Катхамрита, Бхакти Дэви проявится в вашем сердце. А как вы узнаете, что Бхакти Дэви проявилась в вашем сердце? Бхакти означает преданное служение Господу. И автоматически придет желание служить Гуру и Кришне. И в то же время придут реализации Ану Бхути. И также вы будете отречены от материального мира, от желания потакать своим чувствам. Таковы описания Бхакти. Когда Бхакти проявляется в сердце, тогда это сопровождается тремя признаками. Гьяна вайраге проявляется. То есть переходит гьяна трансцендентное знание и вайраге вы будете отрешены и у вас не будет желания предаваться материальным наслаждениям. Это так проявляет себя в Бхакти. эго-карл. Эго-карл. Пусти-пусти и куда-нибудь ты а ну газа. Эль если вы голодны, то что вы будете есть? какие признаки придут признаки? Когда вы поедите, ваш голод уйдет, вы будете удовлетворены и будете здоровы? И также будете здоровы? А если вы едите, но не чувствуете себя здоровыми, что это означает? Есть какая-то проблема? Врач будет определять, что за проблема? Один человек говорит, я ем, но я нездоров. это значит есть какая-то проблема, какая-то болезнь. Таким же образом, если вы практикуете бхакти, к вам приходят определенные признаки. Придут реализации и в то же время гьяна и вайраги. Гьяна означает трансцендентные знания. Наши Ачарьи говорят о трех видах знаний. Татпадарта гьяна, Твампадарта гьяна и Джива Брама Акия гьяна. Татпадарта гьяна это знания о Боге. Татпадарта гьяна это знания о Атме Атма гьяна. И также Джива Брама Акия гьяна единение с Браманом. Это знания следует отвергнуть. Татпадарта гьяна это знания о Господе. А кто такой Верховный Господь Своям Багаван? Далее Твампадарта гьяна знания об Атме Атма Гьяна Кто вы? Я Душа Атма Вечный Слуга Кришны Итак Татпадарта гьяна и Твампадарта гьяна Если вы будете слушать Шримут Багават Канхамритом тогда эти знания придут к вам сами собой Это означает что у Багти Деви есть два сына Гьяна и Вайраги Вайраги Если вы будете практиковать Багти Гьяна и Вайраги придут сами с собой А как правится Багти Деви Если если мы будем слушать Багават 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 А Вайшнава Мокхад Дхир Нам Нужно слушать ее из лотосных уст Вайшнавов ее нельзя слушать из уст не Вайшнавов непреданных Слушайте Багават Катхо из уст чистых преданных Господа Нужно полностью предаться лотосным стопам Господа Чайтани Махапрабу и слушать Багават Катхо изучать ее под руководством чистых преданных Господа Во-первых надо предаться лотосным стопам Махапрабу Затем придет Радха према автоматически Радха према aparecerá Махапрабу в прошлой жизни вы совершали благочестивые дела у вас есть сукрити тогда вы можете полностью предаться лотосным стопам Господа Чайтани Махапрабу Махапрабу не каждый сможет принять прибежище у его лотосных стоп те у кого есть сукрити накопленные в течение миллионов жизней только они смогут обрести прибежище у лотосных стоп Господа Махапрабу потому что в эту Калиюгу только Чайтани Махапрабу дает в Раджа према Махапрабу сам сказал в эту Калиюгу только я даю в Раджа прему и никто более поэтому в санскритском стихе говорится Ятхаятха Гаурападаравинда Если вы предадитесь лотосным стопам Махапрабу тогда Раджа према проявится в вашем сердце Потому что в эту Калиюгу Господь Чайтани Махапрабу без исключения всем раздает высочайшую прему не ущемляя никого Он не смотрит кто достоин получить према 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 все кто приходит к нему или появляется перед ним получают эту прему чатан махапрабу Читание Махапрабху — это воплощение щедрости и великодушия. Кришна раздает в Раджа-прему только внутри Вриндавана. Он не раздает ее за пределами Вриндавана. Но тот же Кришна приходит в эту кали-югу, как Шачинанда на Гаурахари в Навадви-Патхаму и раздает прему всем и везде, во Вриндаване, за его пределами, везде. Он не смотрит в мужчину перед ним или в женщину, достоин, не достоин, обладает какими-то заслугами или нет. Он говорит, возьмите. Шесть типов людей не хотят получать прему от Махапрабху. Но Господь бежит за ними. Он ловит их за шикху и вручает прему, говорит, возьмите ее, возьмите эту в Раджа-прему. Майавадди, имперсоналисты не хотят получать милости Господа Чайтани Махапрабху. Сарабама Батачария, Пракашинанда Сарасвати. Они не хотели получать милости Господа Махапрабху в Раджа-преме. Но что он сделал? Он пришел к ним и силой дал им эту прему. Майавадди, Кутаркик. Вторая категория людей это люди, склонные к сухому умозаключению. Они ищут во всем причину, довод. Они тоже не хотели получать милость Махапрабху. Но Махапрабху тоже сказал им, возьмите. Он силой дал им прему. Многие пандиты, те, кто приобретают знания из шастер, шастер-гьяна. День и ночь они погружены в приобретение знаний, но они не знают истинного значения шастер. Но что делает Господь Чайтанин Махапрабху? Он также силой вручает им прему. Буддисты. Нигилисты. Они не верят в веды, упанишады, которые проявились из лотосных уст с Бхагаваном. Буддисты не верят в веды, упанишады как прямое воплощение Господа. Махапрабху поэтому их зовут атеистами. Но Господь Чайтанин Махапрабху приходит и к ним и также очищает их сердца и дает им вражапрему. Махапрабху Махапрабху раздает прему всем. Пашанди следующая категория очень жестоких людей. Махапрабху также дает прему и Яваны также получают прему от Махапрабху. Он дает эту высочайшую прему даже тиграм, львам, змеям всем 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 когда Махапрабху шел во Вриндаван он находился в лесу Джариканда это очень густой лес однажды ночью Махапрабху пробудился и стал воспевать цветы имена Хре Кришна Хре Раму 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 Хре Хре В лесу была очень узкая тропинка через который мог пройти лишь один человек Махапрабху шел а за ним шло два его слуги Балабхадра Баттачаря и один Браман Вдруг на пути Махапрабху возник тигр он перекрыл дорогу Махапрабху был погружен у него было экстатическое настроение он воспевал имена Господа Хре Кришна Хре Кришна воспевал Махапрабху Хре Раму 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 Вдруг его лотосная стопа коснулась тела тигра тигр поднялся на задние лапы Балабхадра Баттачаря и Браман очень испугались потому что тигр раскрыл свою пасть но чайтане Махапрабху сказал повторяйся ты имена тогда тигр поднял свои лапы и стал танцевать видите там тигра на экране тигр встал на задние лапы стал танцевать петь Кришна 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 таким образом чайтане Махапрабху раздавал высочайшую прему каждому махапрабху 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 однажды махапрабху принимал омовение в реке махапрабху 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 путешествовал путешествовал по южной индии все кто получали его даршан обретали Кришна прему просто получая даршан господа чайтане махапрабху даже издалека все получали Кришна прему как бы они его не увидели даже краешком глаза према проявлялась в их сердцах таким образом махапрабху раздавал эту прему всем возьмите возьмите он раздавал ее всем но он патита павана он не копат павана патита павана означает спаситель всех падших душ но он не копат павана он он спаситель лицемеров он не дает прему лицемера это означает кто зовется капат то есть то есть те кто в лицо славят а за спиной обсуждают поэтому бактисиданта шила сарсвати прабхупада в своем нектаре наставлению падишамрити четко говорит лучше тысячи тысячи жизней проводить в теле животного чем чем быть двуличным и лицемерным что означает быть ваишнавом внутри и в сердце и снаружи все должно быть одинаково поведение ваишнава и мотивы его сердца должны быть одинаковыми мани наманадина никогда нельзя требовать к себе или ожидать почестей славы но нужно почитать каждого Кришна убил Путану возможно завтра или послезавтра мы обсудим освобождение Путаны Путана Мокша налила Катху что означает что означает Путана Пут на Пут означает чистый на означает нет то есть та которая не чиста а повитра не становитесь Путанами оставьте лицемерие и двуличие Кришна убил Путану Путана показала одно а на деле чувствовала совсем другое она она была очень уродливой очень уродливой но проявила свою красивую форму с помощью мистической силы в таком виде она предстала во Вриндаване она проявила свою так называемую Ватсаля Баву любовь по отношению Кришне материнскую любовь что она сделала она смазала свои соски ядом и предложила свою грудь Кришне внешне она показывала о Кришна такой миленький я накормлю его сейчас своим грудным молоком но Кришна убил Путану тогда ему было всего шесть дней не так уж и много всего шесть почему я говорю об этом потому что это капата лицемерие Господь Кришна убил Путану потому что она проявила лицемерие двуличие но Чайтане Махапрабу никого не убивал попытайтесь понять Кришна убил множество демонов с помощью или без оружия но но Чайтане Махапрабу не убивал никого в своем воплощении Рамы и Кришны Господь убил множество демонов с помощью оружия но воплощении Гауры Гаураватари он никого не убивал и даже не прикасался никакому оружию Чайтане Махапрабу просто очищал сердца живых существ с помощью Намасан Киртаны Намасан Киртана в Кали-югу существует только Намасан Киртана ничего другого не нужно Намасан Киртана Намасан Киртана Намасан Киртана Намасан Киртана Намасан Киртана Намасан Киртана Пойдет ли повторять святые имена с непреданными? Нет святые имени проявятся на языке Всегда общайтесь с возвышенными Браджа Расика Садху Намасан Киртана Намасан Киртана Намасан Киртана Намасан Киртана Рагунат Хадас Госвами составил этот стих Вам следует следовать трем вещам В этом стихе Рагунат Хадас Госвами объясняет Вам нужно следовать трем принципам Нужно быть направленным лишь на Шримати Радику Всегда думайте что Шримати Радика это Ваша Госпожа Мина Сеньора Я дам Мери Самини Мэра Дин Кудас Джанам Джанам Мой Дио Гринда Аван Гурас Один мусульманский поэт Раскхан Он был мусульманином но он был погружен в Кришна Катху в Кришна Наму и он сочинил этот стих он вообще создал множество он написал множество стихов в этом стихе говорится Шримати Радика Моя Госпожа А я ее слуга Жизнь за жизнью я хочу рождаться во Бриндаване почему нужно быть во Бриндаване потому что там есть прекрасная река Ямуна как она красива кал-кал-кал-кал-кал Необходимо пребывать во Бриндаване А зачем спросите вы Шиловишанат Чакраватипад объясняет где вы будете пребывать во Бриндаване только в местах Шримати Радики например Нарадакунди Шямакунди Гирирадж Гавардхани в этих местах в Кокилаване в Явате в Варшане в Нандагаоне Это очень красивые места Сивакунджа Нидуван и Кунджаван Какое место вы отправитесь во Бриндаване? А куда не отправитесь? Сакхистали вместо Чандравали Сакхистали Кто отправится в Сакхистали? Поднимите руку Никто? Просто поднимите руку Все вы очень умные Поэтому так говорится Нужно быть однонаправленным по отношению к Шримати Радики Затем нужно пребывать во Вриндаване в местах где Шримати Радхарани совершала сладостные лилы с Говиндой А третье условие это постоянно общаться искать общение Возвышенных Враджа Расика Садху Гуру Вайшнавах Всегда ищите общение Возвышенных Враджа Расика Садху Гуру Слушайте Рада Кришна Катху сладостные лилы Рады и Кришны из уст этих Враджа Расика Вайшнавах и Гуру Если вы отправитесь во Вриндаван всегда памятуйте о лилах Ширады и Кришны Иначе если вы будете вести там мирские разговоры Майя Деви выпнет вас из Вриндавана Если вы отправитесь во Вриндаван что вы должны там делать? Слушать Кришна Катху Гавинда Катху Но одну вещь я уже сказал Перед тем как отправиться во Вриндаван вам нужно будет обрести прибежище лотосных стоп Гаура Иначе никакой метод не поможет вам попасть во Вриндаван Один преданный спросил Бхактиданту Свами Махараджа Гурудев я могу оставаться на Радакунде но что ответил Свами Махарадж что Радакунда может обернуться и Наракакундой что это значит? Потому что Конечно Адхикари они не могут понять Радакунды Кто кто обитает на берегах Радакунды? Уттама Адхикари Другие День и ночь только придаются чувственным удовольствиям Внешне они находятся на Радакунде но своими действиями они преследуют материальную жизнь Итак Дхамаваси если вы пребываете в Дхаме вы должны там быть у стоп шуда бакты дхамаваси дхамава Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Сыну «Симон» 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 Манарея Кахана Гауракатха Ум и Ум всегда прославляй Гауракатху. Игры Господа Чайтани Махапрабху. Если вы находитесь в Бразилии, но прославляйте Господа Чайтани Махапрабху, это значит, что вы пребываете в Навады-Падхаме. А если вы находитесь в Навады-Падхаме или во Вриндаване, но думаете, тогда вы не находитесь ни в Навады-Пи, ни во Вриндаване. Ваше тело может находиться где угодно, но где находится ваш Ум, он должен быть погружен в Гауракатху. Кто зовется Враджаваси, Навады-Паваси? Те, кто всегда погружен в Гауракатху, в Гауранаму. Но если вы совершаете Навады-Падхаму в Парикраму, это значит, вы совершаете и Вриндавана-Дхаму в Парикраму также. Потому что вся Вриндавана-Дхама проявлена в Навады-Падхаме. Гаура-Дхама Это Аударья Майи Дхама Очень милостивая, великодушная Дхама Просто повторите Гаура-Гаура и Гаура-Према придет в ваше сердце. Если вы будете повторять Кришна-Наму, вам следует учитывать 10 оскорблений Святого Имени. Когда вы повторяете Святые Имена, вам следует знать о 10 оскорблениях Святого Имени. Сатан Нинда никогда не критиковать Сатху. Никогда не думать, что Кришна равен Шиве и другим богам. Никогда не следует относиться с непочтением Гуру. Это первые три оскорбления Святого Имени. Читание Чаритамрити говорится, Кришна нама учитывает оскорбления. Поэтому нама-аппарадхи, оскорбители тысячи лет повторяют имя Кришны, но према не проявляется в их сердце. А Гаура Нитянанда не принимает никаких оскорблений. Просто воспевайте Гаура, 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 и Кришна Пряма проявится в вашем сердце. Гаура, 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 Гаура. Поэтому говорится, просто воспевайте Гаура Наму, Гаура Катху, и ваше сердце растает. Слезы начнут катиться у вас по щекам. Гауранама, Гауракатха очень могущественны Всегда воспевайте Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура Гаура, Гаура Гаура, Гаура Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, 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 Гаура Гаура, 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 Гаура Гаура, Гаура, Гаура Гаура, 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 Гаура сейчас вы сидите здесь ваш ум обеспокоен или нет нет потому что вы находитесь рядом с садху садху санги кто садху посмотрите на стенах парам гурудева изображения гурудева всех это садху поэтому ваш ум не обеспокоен но когда вы выйдете за пределы храма вы можете начать общаться не с теми людьми и тогда ваш ум будет обеспокоен оставьте плохое общение садханга тяга вайшнава чар оставьте плохое общение и имейте вайшнавское поведение слушайте только кришна катху никакой мирской катхи иначе вы будете пребывать здесь но как только выйдете из храма начнете вести мирские разговоры и ум снова обеспокоиться сейчас ваш ум очень свеж не так ли у кого не свежий ум поднимите руку сейчас вы слушаете кришна катху и здесь изображены наши садху гуру варга наша вся вся наша гуру варга они присутствуют здесь поэтому ваш ум сейчас такой свежий чистый но когда вы выйдете отсюда когда вы оставите садху сангу и вступите в вассад сангу тогда ваш ум обеспокоиться народе риши сказал веса дева однажды я принимал омовение в реке сарасвати и повторял гая три мантры а нет это говорилось про веса дева прошу прощения он принимал омовение и почувствовал какое-то беспокойство в уме тогда прибыл на радариши и сказал о веса дева то есть он даже не знал причины ну то есть веса до ему ничего не говорила на радариши сам по себе сказал я знаю причину твоего беспокойства ты написал множество грант люди читают их но они не могут понять внутреннего смысла этих грант потому что ты не не объяснил как следует суть этих писаний ты объяснил своих грантах дхарма артху каму мокшу но но не не сказал того что следует после освобождения дхарма это религия артха экономическое развитие кама виды материальных удовольствий и мокша это освобождение что-то у гуру девы спрашивают соответствии с правилами к вид 19 пожалуйста все используйте маски потому что здесь собралось очень много людей и могут прийти представители правительства они проверят носим ли мы маски каждый должен следовать этому правилу у кого нет масок возьмите себе затем народа народа знал причину беспокойства ясадевы он сказал ему об этом своих грантах ты объяснил артху каму мокшу дхарму но ты не объяснил о том что следует после освобождения поэтому твой ум обеспокоен второе в своих грантах ты не объяснил четко кто такой своем бхагаван верховная личность бога если вы будете читать вишну пурану вы подумаете что вишну это бхагаван читая матья пурану вы подумаете что матья аватара это верховная личность бога если будете читать шива пурану то придете к заключению что шива это верховный господь послезавтра мы также будем обсуждать шива таттву шива это лучший из вишнавов он слуга господа вишну многие люди думают что шива это своем бхагаван но это неправда он слуга господа вишну итак народа продолжал своих грантах ты также не рассказал о лилах кришны и ты также не рассказал о самой высочайшей лиле кришны араса лиле если мы будем говорить множество кодхи но не будем говорить о раса лиле кодхе наша кодха будет неполной в раджа кодха очень важно поэтому народа решит сказал повеса дэв ты не написал все в последовательности в хронологическом порядке тогда яседев сказал о гуру дэв нардариши что же мне делать нардариши сказал ты медитируй на господа совершаемое преданное служение тогда активе придут реализации и ты сможешь все написать надлежащим образом веса дэва полностью погрузился в медитацию на господа он увидел облик господа кришна проявился перед ним и показал ему свои прекрасные в раджа лилы ибо он показал то как все живые существа они попадают под влияние майи но если джиевы начинают слушать кришна кодху гавра кодху тогда они освобождаются из материального мира яседева все это увидел в собственных реализациях и он смог все четко объяснить он смог объяснить что именно кришна является верховной личностью бога и то что дарма артха кама мокша это не цели человека он должен стремиться к в раджа преми кришна преми даже даже кришна према не является нашей конечной целью без шримати радхарани кришна према не является нашей целью наша цель это стать слугами шримати радхарани обрести радхадаси если вы только подумайте я хочу быть служанкой шримати радхи тогда кришна будет бежать за вами так и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все повторяют рады-рады Даже самые маленькие дети повторяют рады-рады Расхан, поэт, говорит Я отправлюсь во Вриндаван и буду повторять там радха-наму Радха-намбара-сукхадай Радха-намбара-сукхадай Так сладостно Почему я об этом говорю? Потому что это наша конечная цель Получить радха-прему Затем Ясадева проявил свою последнюю грандху Шримад Бхагаватам И он очень четко, подробно описал И во всей последовательности описал Лилы Господа Кришны Потому что без милости Гуру Бхагтидеви не проявится в нашем сердце Когда Ясадева полностью Притал собственным стопам Нарады Риши Тогда, по беспричинной милости Нарады Риши Ясадева все осознал И смог проявить свою последнюю пурану Шримад Бхагаватам В Шримад Бхагаватам существует много различных катхи Есть много-много различных катхи В Шримад Бхагаватам Кто такой Бали Махарад? Кто такой Ваманадев Бхагаван? Кто Ваманадев Бхагаван? Бали Махарад, я хочу кратко поговорить об этом Время очень ограничено Господь уникален И он бесконечен И его лилы также бесконечны Но я хочу кратко рассказать Бали Махарадж Завоевал все три мира Затем Он совершил огненное жертвоприношение И на это жертвоприношение пришел Господь Проявился Господь Ваманадев А Гурадев показывает Там уже готовится спектакль Вон Гурадев показывает Господь Ваманадев Какая прекрасная лила Рассказанная Шкода Вейгасвами Эй, Харибол, Бхагаван Хороший мальчик Бали Махарадж Бали Махарадж Совершал огненное жертвоприношение И тут проявился Господь Ваманадев Он очень смиренно попросил У Бали Махарадж Дай мне, пожалуйста, подношение Бали Махарадж спросил Чего ты хочешь? Ваманадев Бхагаван сказал Я хочу Три Шага земли Трипада Бхуми Трипада Бхуми Это означает То расстояние Которое можно отмерить С помощью трех шагов Но Ваманадев Бхагаван Он Бхагаван в образе карлика То есть очень маленький И его стопы тоже очень маленькие И Бали Махарадж сказал Прости чего угодно, я дам тебе Я дам тебе много богатств Денег Сокровищ Но Ваманадев Бхагаван сказал Я всего лишь Мальчик Бхаман Мне ничего не нужно Мне просто нужно Три шага земли Бали Махарадж рассмеялся Ты приходишь к царю И просишь у него Одну маленькую тыковку У нас в Бенгале говорят Если ты съешь Тыкву Ну я смысла не поняла Но Точнее Дословно не поняла Но смысл в том Что толку нет от тыквы Тыква бесполезна Саджи из тыквы Не обладает большой ценностью Понимаете? Кто хочет тыкву? На воды По рекраме У нас есть очень много тыквы Это не правда Это просто так говорится Если вы будете есть тыкву На самом деле вы будете здоровы Потому что там есть кальций Железо Но Бали Махарадж попросил Всего лишь Три шага земли Баманадев Багаван сказал Я Браман Мне ничего не надо Всего лишь Три шага земли Я буду совершать на них Баджан и сада Но тогда Бали Махарадж сказал Хорошо Ты просишь Я дам тебе Баманадев Багаван Сказал Ну Перед тем Как пообещать мне это Соверши Ачаман Бали Махарадж Взял свою Камандалу И увидел Что вода Не вытекает Из его Камандалу Потому что Его гуру Шукрачарья Сказал Бали Махарадж О Бали Махарадж Послушай Этот мальчик На самом деле Необычная личность Это сам Своим Багаван Господь Вишну Он отберет у тебя Все 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 Чем ты обладаешь Бали Махарадж Сказал Это же Великая Удача Потому что Баманадев Багаван Сам Багаван Пришел Ко мне Просить У меня Чего-то Все Просят Чего-то У Господа Обычно Это бывает Так Для чего Вы приходите В храм Кто-то отвечает За просада Просад Это милость Просад Это не пища Это милость Это правда Если вы приходите В храм За просадом Значит Вы приходите За милостью Господа Обычно Люди Приходят В храм Чтобы попросить У Бога Чего-нибудь Денег Жены Машины Мужа И так далее Дахи 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 Дай мне Дай мне О Господь Дай мне Богатство Денег Мужа Жену Детей И только Некоторые Просят У Господа Бхакти Обычно Они подходят К Такураджи И просят Материальных Вещей Они даже Подходят К Садху С теми же Желаниями Например Они говорят Ой Садху Избавь меня От такой Это проблемы От такой Это проблемы И какая Твоя проблема С женой С мужем С сыном С дочерью С деньгами Но в обязанности Садху Не входит Решать Эти проблемы Когда Садху Говорит Хороший Совет Ты не слушаешь Но когда Возникает Проблема Ты сразу Идешь К Садху Чтобы Тот Решил Её Так Так Это Что Говорит Садху Не Отправляйся К Майи Но ты Идешь К Майи Потом Возникает Проблема К Майи Ты Не слушаешь Совета Садху А потом Испытываешь Зуд Создаёшь Проблемы Своими Собственными Руками Это так? И когда Проблемы Появляются Ты говоришь О, Гурудаев Спаси меня Гурудаев Спаси меня Итак О чём я Говорил Итак Гурудаев Проблема Возникла Да Шукрачаре Что Сделал Он 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 Этот Мальчик Необычная Личность Он Господь Вишну Он Он У тебя Всё Отберёт Но Бали Махарадж Что Ответил Я Обладаю Невероятной Удачей Господь Вишну Сам Пришёл Ко мне И Просит У меня Чего-то Поэтому Я Обладаю Огромной Удачей Все Просят У Господа Чего-то А Здесь Господь Просит У меня Три Пада Буми Три Шага Земли Бали Махарадж Сказал Я Очень Удачлив Все Принадлежит Господу Это Ведь Не Мое Все Принадлежит Господу Это Не Принадлежит Мне Когда Вы Рождаетесь Из луна Матери Что Вы С собой Приносите Что Вы С собой Принесли Вы Пришли С пустыми Руками Вы Рождаетесь С пустыми Руками Так Ведь Сколько Денег Вы С собой Захватили С прошлой Жизни Вы Приходите С пустыми Ладонями И Также Уходите С пустыми Ладонями Когда Вы Приходите В этот Мир И Когда Уходите Из него Ваши Ладони Ничем Не Наполнены И Кто Отправится С вами Когда Вы Будете Покидать Этот Мир Ваша Жена Нет Жена Скажет Нет Нет Я Не Пойду С тобой Никто Не Отправится С вами Вы Пришли Одни И Уйдете Одни Но Туласидас Говорит Нет Вы Не Одинокие Вы Не Одинокие Рама Кришна Гуру Всегда С вами Балим Махарадж Сказал Шукрачарьи Я Счастливчик Бхагаван Вишну Бхагаван Бхагаван Пришел Ко мне Просить У меня Три шага земли Ведь все принадлежит ему Что я могу ему дать И в чем же моя вина Шукрачарьи Сказал Нет Нет Не давай ничего Вишну Это называется Асадгуру То есть Есть разница Между Обязанностями Истинного Гуру И Лжегуру Истинный Гуру Хочет Чтобы Ученик Все Отдавал Кришне Понимаете Асадгуру Думает Как же сделать так Чтобы мой ученик Всем своим существом Служил Кришне Но Асадгуру Наоборот Говорит Ой Никому ничего не давай Давай только мне Никому ничего не давай Шилбаксиданта Сарсвати Прабхупада Привел Такой пример Замечательную историю В Бенгалии В доме Одного преданного Вырос Большой джекфрут Плод хлебного дерева Он Стал Очень Спелым Сладким То есть От него Исходил Прекрасный Аромат И Муж Семейства Ну то есть Муж Сказал Жене О посмотри Первый Фрукт Поспел На дереве То есть Первый Фрукт Который Поспевает Его Обычно Предлагают Такураджи Божества И Тогда Муж Сказал Жене Смотри Появился Первый Джекфрут Такой Прекрасный Ароматный Спелый Мы Должны Использовать Его В Вашнава Севе Этот Джекфрут Был Очень Большим 20 Килограмм Представляете Такой Огромный Джекфрут У них В доме Были Муж Жена И Сын И Жена Сказала Да Зачем Тебе Относить Этот Огромный Джекфрут Куда-то У Нас Дома Есть Три Человека Но Муж Сказал Давай Все-таки Отнесем Этот Джекфрут В храм Чтобы Мы Могли Там Послужить Вашнавам А Жена Сказала Ну Слушай И так Мы Каждый День Служим Вашнавам Смотри Ты Вашнав Я Вашнав И Наш Ребенок Тоже Вашнав Зачем Служить Другим Вашнавам Город Бенгальское Выражение Одно Называет Ты нечетко Его Зовут Хари Поэтому Нас Трое Вашнавов В этом Доме Зачем Же Еще Уносить Этот Джекфрут К кому-то Другому К каким-то Другим Вашнавам Ну так Не должно Быть Должна Быть Вашнава Сева Гуру Сева Хари Гуру И Вашнава Мы Должны Служить Этим Трем Личностям Хари Гуру И Вашнава Вашнава Это Преданные Господа Если Вы Будете Служить Им Тогда Вся Ваша Все Неблагоприятное Покинет Ваше Сердце Но Асад Гуру О чем Они Думают То есть Я Поем Мой Ученик И Все О других Не Надо Заботиться Поэтому Шукрачарья Кто он Садгуру Или Асадгуру Он Асадгуру Лжегуру Не Истинный Гуру Шукрачарья Сказал Бали Махараджи Этот Этот Карлик Вамана Это Вишну Он Отберет У тебя Все Но Бали Махараджи Сказал Нет Я Уже Дал Обет Что Я Дам Ему Все Что Он Не Попросит А Сейчас Ты Говоришь Что Ваманадев Это Сам Богаван Значит Сам Богаван Пришел К моим Дверям Я Обязан Ему Дать Все Что Он Просит Все Принадлежит Господу Так В чем Тогда Состоит Моя Проблема Ведь Вы Не Принесли Ничего Когда Вы Шли Из Утробы Своей Матери И Когда Вы Уйдете Вы Так же Ничего С Возьмете Болимахарадж Болимахарадж Ваманадев Гневается Очень Хороший Ваманадев Итак Болимахарадж Хотел Было Совершить Ачаман Но Вода Не Лилась Из Камандалу Потому Потому Что С помощью Мистического Процесса Шукрачария Он Поместил Себя В этот Сосуд С водой Вода Не Вытекала Как Принять Ачаман Тогда Болимахарадж Сказал Возможно Что-то Туда Попало В этот Носик Камандалу Болимахарадж Взял Соломинку И Проткнул Ею То Что Находилось В носике Камандалу А оттуда Потекла Кровь Почему Она Потекла Потому Что Шукрачария С помощью Йогического Процесса Заблокировал Камандалу И Когда Болимахарадж Проткнул Соломинкой Он Оказывается Попал В глаз В глаза Шукрачарии И Из них Потекла Кровь Шукрачария Убежал Убежал И По этой Причине Он Ослеп И Вода Снова Пошла Из-за Камандалу Болимахарадж Смог Принять Ачаман И Выполнить Своё Обещание Я Забыл Упомянуть Одну Вещь Когда Ваманде Багаван Появился В доме Бали Махараджа Тогда Его Увидела Дочь Бали Махарадж Ратнавали Или Ещё Говорят Ратнамава Она Была Поражена Красотой Господа Ваманадева Ваманадев Багаван Очень Красив Очень Привлекателен Такое Сияние Исходит От его Тела И Ратнавали Подумала О Какой Прекрасный Ребёнок Я Я бы Хотела Покормить Его Своей Грудью У неё Проявилась Это Вацали Бава Но Когда Бали Махарадж Сказал Господу Ваманадев Ты можешь Взять То Что Хочешь Три Шага Земли Тогда Ваманадев Багаван Проявил Свою Тривикрама Форму Своим Первым Шагом Он Покрыл Весь Мир Своим Вторым Шагом Он Достиг Сварга Локи И даже Выше До Сатя Локи И Брахмаджи И Брахмаджи Стал поклоняться Лотосным стопам Господа Ваманадева Затем Он Поместил Эту воду В сосуд Камандалу И Затем Эта вода Она Она Проявилась Уже Как Ганга И Царь Багиратха Привел Ее На эту Землю Итак Баманде Багаван Сказал Бали Махарадж Ты Обещал Мне Три Шага Вот Я Сделал Уже Два Шага Я Уже Достиг Сварга Локи Куда Мне Сделать Третий Шаг Бали Махарадж Сказал Господь Я Тебе Дал Все Но Не Дал Тебе Самого Себя Бали Махарадж И Опустил На Сута Локу Махарадж 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 Но Потом Она Захотела Обработать Свою Грудь Ядом И Предложить Ее Господу И Убить Его Таким Образом Господь Багаван Подумал Я Багаван О Ратнавали Ты Не Можешь Убить Меня Но Я Должен Испить Твоего Грудного Молока Поэтому В следующей Жизни У меня Будет Кришна Лила И Ратнавали Она Проявилась В этой Кришна Лили Как Кто? Утана И Господь Дал Ее Освобождение Вызволив Ее Из тела Путаны И Так Есть Множество Различной Лила Катхи Объясненной Нашими Ачарями Шримад Багават Рассказывает Эту Путана Мокша Налилу Возможно Завтра Мы Обсудим Рождение Кришны Кришна Кришна Молила Катху Я не буду Занимать Много Вашего Времени Завтра Обсудим Кришна Джан Молила Катху Кришна 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 Субтитры создавал DimaTorzok